Как написано в описании, от избытка сердца говорят уста. То есть, если ты этим живешь, ты этим горишь, ты не играешься в политику. И даже ее не делаешь. Это неотъемлемая часть тебя. Ты не можешь по-другому. Окунушись в Божью любовь, 13 лет назад, когда я веровал, когда я отдал свою жизнь Господу, с того момента я знаю, что я спасен, душа моя спасена. Во Христе я свят и праведен, ибо Господь, Иисус Христос, свят и праведен. Мне не надо своими делами ничего никому доказывать, потому что написано, спасение даровано вам по благодати, по любви Божьей даром, не по вашим делам, чтобы никто не гордился. Потому что как только мы ставим дела свои выше, чем то, что совершил Христос на кресте 2000 лет назад, когда Он взял все на себя, мы сразу начинаем гордиться. Я красавчик, я смог, я сделал, а этот, смотри, слабак, а я сделал, я крут, и сразу гордыня. Все, и мы уподобляемся Люциферу, и падение недалекое. Я что-то делаю в этой жизни не для того, чтобы доказать, не себе уже, как я раньше занимался спортом, или чем-то еще, институты эти разные, доказать, там, одноклассникам, родителям, что я могу что-то в этой жизни. Нет. Я что-то делаю, потому что я познал Божью любовь. Я не могу по-другому. Столько, сколько Он любви и благодати излил в меня и в мою семью, это можно часами и днями рассказывать, сколько чудес сверхъестественных. Ну, вот, что я говорю, мои дети умирали при родах, не должны были рождаться, их вырезать должны были, вот, на операцию уже вместе с маткой и так далее, с жены. Они все живы, здоровы, они красавцы, они чемпионы, они умницы, они отличники. Они моя гордость и мое богатство. Я знаю, для чего Господь даровал им жизнь. Потому что, во-первых, дети, написано, освящаются своими родителями. А я уже, слава Богу, к этому методу был во Христе. Во-вторых, у Бога есть для них великая судьба и призвание. Я их и учу на этих, ну, ставлю их на эти рельсы. Когда не мы своими силами можем что-то в этой жизни сделать, но с Ним. Потому что написано, все от Него, все им и все к Нему возвращается. Поэтому, познав Божью любовь, будучи уже свободным, я освобожден, я спасен. Мне не надо завоевать свободу, доказать. Я уже спасен. Мое имя уже вписано в книгу жизни на небесах. Александр, скажите, пожалуйста. Я единственное, что хочу сделать. Я не могу по-другому жить. Я не могу не творить добро. Я не могу не исполнять его волю. Не быть ему послушным. Да, может быть, в чем-то я косоязычен, как говорил Боисей, когда Бог его отправлял к фараону, да, чтобы вывести народ еврейский. Он говорит, ну, Господь, ну я так криво, косо говорю. Ничего, ничего, я тебе дам брата твоего Аарона. Он будет говорить красиво. Ты главное направляй этот процесс. Будь послушен меня. И он согласился. Так и я. Я хочу быть послушен Господу. Поэтому я иду в политику. Не для того, что мне надо что-то заработать или кому-то что-то доказать. Я иду туда, потому что Иисус любит Молдову. Потому что вся земля и подмежья ее, и все, что ее наполняет, написано Господне. Молдова и все люди ее, и жители, и граждане принадлежат Иисусу. Он борется за каждого человека, потому что он уже это сделал. Нет на то написано воли Божьей, чтобы хоть кто-либо, хоть кто-нибудь из людей погиб. Но чтобы все пришли по зданию истинно во Христе. Поэтому не творить его волю я просто не могу. И молчать я не буду. Да, мне придется учиться, может быть, каким-то более политкорректным языком вести эту миссию. Может быть, в чем-то еще развиваться. Да не вопрос. Какие наши годы? 46. Жизнь только начинается. Александр, скажите, пожалуйста. Вот вы идете кандидатом от партии региона в Республике Молдова. И мы сейчас ведем эфир для всех граждан. Расскажите, пожалуйста, о себе. О вашей семье. Какие у вас достижения в образовании, в спорте, в семье? Сколько детей, чтобы наши граждане знали наших кандидатов? Это немножко нескромно. И поэтому краску бросаете меня. Потому что, честно говоря, мне не очень хочется хвастаться и гордиться моими достижениями. Потому что все эти чемпионские регалии в спорте, чемпион по тэквондо, по кикбоксингу, два высших образования, юридическое, политехническое. Вы чемпион Молдовы, да? Это ничто и ничего по сравнению с тем, чем я могу гордиться во Христе. У меня шикарная семья. Просто подарок от Господа, который я себе не мог мечтать. У меня умница, красавица, жена действительно помощница мне во всех моих начинаниях и делах. Господь подарил мне три сына. Саша, Леша, Антоша. Шикарные сыновья. Я горжусь им. Я люблю свою семью. Я не представляю себе другой жизни. Это все дал мне Господь. Но Он дал мне тогда, когда я отдал Ему свою жизнь. Я доверился Ему. Я сказал, я не хочу жить со своего высокоумного, со своей колокольни, со своего разумения. Господь, я хочу, чтобы Ты творил через меня свою волю, благую, угодную и совершенную. И с тех пор, как я принял решение жить с Господом и для Господа, а это значит в Молдове и для Молдовы. Господь одарил меня всем домом, друзьями, семьей, детьми, работой, здоровьем, видением, целью и смыслом в жизни. Все, что я могу сегодня сказать, что вот Он Я, вот такой весь из себя красивый Александр Леонидович Елица, это не Я, это Он. Когда мы творим волю Божию, Господь за нас, вместо нас оберегает, покрывает нас и нашу семью, и наше дело, и наше призвание. Нам не нужно думать, как написано в Евангелии, не думайте о том, что есть, во что одеться, где спать. Ибо об этом думают все язычники. Но ищите прежде Царствие Божие и правду Его. А все вот это приложится вам. То есть, не очень жаль людей. Я их понимаю, те, которые уехали на заработки, на чужбину. Я их понимаю. Они, конечно же, заботились о своих семьях, о их богосостояниях. Но мне жаль их, потому что они не поняли одного. Когда мы начинаем уповать на себя, то есть, по сути дела, на нашу плоть, на наше разумение, на наше образование, на наши регалии и достижения. Писание говорит конкретно, мы прокляты. Представляете, как жестко. Мы прокляты, мы сами себя проклинаем, когда плоть делаем опорой и основанием своим. Но написано, блажен всяк, чем упование на Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда мы уповаем на Него и желаем лишь одного – познать Его волю и творить Его волю, быть открытым полностью от всего сердца, доверить все сферы своей жизни в Его прекрасные любящие руки, все меняется. Здесь, дома, в Молдове, ты можешь найти работу, когда в месяц ты можешь, честно работая, не обманывая, не распиливая бюджет, не занимаясь чепухой, честно работая, зарабатывать и 10, и 50, и 150 тысяч ливей в месяц. Этого более чем достаточно для жизни. Более. Потому что Иисус сказал, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. То есть, это значит, больше, чем нужно, чтобы мы имели из чего уделять нуждающимся. То есть, как можно отказаться? Столько благословений Господь для нас приготовил, а мы отказываемся от них. Мы пытаемся идти своими путями, со своего разумения и своей человеческой мудростью строить жизнь, строить семью, строить свой дом. Хотя написано, напрасно строящий строит дом, если меня там нет. Александр, через 20 лет какая Молдова? Мы проходим в парламент, и мы проходим в парламент не на 4 года. Мы в парламенте 20 лет. Какая Молдова? Во-первых, нет, два условия я вижу, прежде чем ответить на вопрос. Два условия. Первое. Люди, народ этой земли должны понять, никто не придет к ним домой навести порядок. Нам самим нужно засучить рукава и уповая на Господа у себя с дома, привести эту страну в цветущий край. И это возможно сделать только нам самим и только с Господом. И второе. Должны быть те люди, которые с открытым сердцем, открытым для того, чтобы творить и созидать на этой земле, творить его волю прежде всего, делать эту работу. Мне очень жаль, что многие люди, которые имеют близкие отношения с Богом, по каким-то причинам разным, страх, боязнь, предрассудки, политика грязное дело и так далее, не идут в те институты власти, где им приготовлено место для того, чтобы быть светом в том месте, где тебе Господь направил служить в своей стране и служить во благо этого народа. Поэтому вот когда вот эти два условия вместе сочетаются, воля людей и согласие других людей, которые готовы служить, тогда происходит взрыв, термоядерный взрыв, и Молдова способна в очень короткие сроки, буквально какие-то 2-3, максимум 5 лет превратиться, ну пусть не в Швейцарию, не этим надо гордиться, превратиться в страну, которая будет излучать Божий свет и Божию людей, и Божию любовь в отношении своего народа, в отношении соседей географических, в отношении всего этого мира, стать светом, стать островом свободы для Евангелия, стать островом, даже не островом, очень домом, очень домом, куда хотелось бы возвращаться, когда особенно тебе тяжело или плохо, когда ты хочешь вернуться и реализоваться у себя дома. Вот такой страной я вижу эту Молдову нашу прекрасную, и она такой будет, будет благодаря совместным усилиям. И тот факт, что много людей с подобным взглядом начинают объединяться, для меня лишь только знают, что мы правильно делаем, что оставляем порой свои заботы, бизнес, работу, семью в чем-то, и начинаем идти и действовать в тех направлениях, куда нас призывает Господь. И оставляем все, что мы оставили, на Его заботу и любовь. Но опять же, я повторюсь, что когда мы творим волю Божию, каким-то сверхъестественным образом все получается. И дома все хорошо, и в служении все хорошо, и на сердце все хорошо, и остается даже время развиваться. Буквально пару слов. Обратитесь, пожалуйста, к избирателям, которые должны и по каким критериям проголосовать за вас, как кандидат от партии регионов и вообще за партию регионов Республики Молдова. Уважаемые граждане Республики Молдова, любимые, возлюбленные мои, партия регионов – это единственная на сегодняшний, не побоюсь этого слова, партия, которая объединяет людей с подобным мышлением, основанным на нашей молдавской истории, нашей самоидентичности молдавской и на нашей вере христианской и православной. Эти два столпа – это то, благодаря чему Молдова будет процветать. Другого выбора у нас нет ни на Западе, ни на Востоке. Мы никому не нужны на самом деле. Мы нужны только Господу. И мы нужны друг другу. Поэтому мой призыв ко всем – голосуйте, голосуйте даже неразумением, голосуйте сердцем. Просите у Бога, Господа, открыть вам глаза сердечные на то, чтобы понять, что только те люди, которые до сих пор реально что-то делали в адрес конкретных людей, они смогут изменить и страну. Те люди, которые 30 лет были у руля, меняли политические флаги и окраски, меняли свои векторные устремления, рассказывали очень красиво разные нам сказки, как мы будем скоро жить хорошо, они не то, что недостойны именоваться политиками, ну пусть занимаются соответствующие органы их деятельностью, но мы видим, нам не надо далеко ходить, мы видим, к чему перевела их вот этот псевдопрофессионализм, этих суперсильных команд, разрухи, депопуляризации этой страны, практическому безверию. Люди не верят в будущее страны. Людям стыдно называться молдаваниями. Это ужас. Мы отрезали корни, как мы хотим, чтобы мы не высохли. Партия регионов, это как та святая вода, которая проливается на полувысохшее дерево и дает шанс на новую жизнь. Прошу всех, умоляю, выбирайте с сердцем, выбирайте с Богом, выбирайте партию регионов Молдовы во главе с ее лидером Александром Калининым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...